Обсуждаемые сегодня решения без сомнения повлияют на жизнь миллионов кубанцев. Приоритетные проекты затрагивают практически все сферы жизни. Здравоохранение, ЖКХ, образование, сельскохозяйство, промышленность. Многие задачи легли в основу стратегии развития региона на ближайшие 11 лет. Мы в прошлом году говорили о стратегии края 2030. И наступил 2019 год, и нам эту программу жизни, которая стратегией зовется, нужно уже реализовывать. Те параметры, которые заложены были в стратегии развития, продиктованы жизнью нашего региона, жизнью для того, чтобы мы развивались. И приоритеты на этот год мы должны расставить. Прошу своих коллег, вице-губернаторов, чтобы довели в каждом своем блоке приоритетные проекты, приоритетные направления, которые коллеги должны не просто быть заявлены, они должны быть реализованы. Мы должны сегодня сохранить стабильность. Стабильность в нашем регионе и стабильность нашего региона. А стабильность региона, знаете в чем? В развитии. Только в развитии. Стабильность региона. И движение должно быть очень активное, динамичное, потому что только движение – источник благосостояния. Приоритетные проекты Краснодарского края по направлениям закреплены за вице-губернаторами. Сегодня каждый из них в деталях доложил Вениамину Кондратьеву об этапах реализации поставленных задач. Серьезные деньги в этом году направят в Дорожный фонд – более 31 миллиарда рублей. Отремонтировать планируется 600 километров краевых дорог. Масштабное строительство ждут и в Новороссийске с Краснодаром. Новые транспортные артерии должны разгрузить города от транзитных автомобилей. Мне важно понимать, что те проекты, которые в прошлом году мы заявили, которые будут однозначны. Это объездная дорога в обход Новороссийск. Коллеги, стратегическая задача. И я не приму никакие возражения, не дай бог, но я надеюсь, их не будет, что мы в этом году не приступим к строительству объездной дороги вокруг Новороссийска. Как и дальний западный обход Краснодара. Коллеги, не может быть, еще раз подчеркиваю, никаких объяснений. Достаточно было прошлого года на проектирование, на согласование. Поэтому никто и ничто не помешает в этом году приступить, еще раз подчеркиваю, к строительству и дальнего западного обхода Краснодара, и объездной дороги вокруг Новороссийска. Развитие транспортной инфраструктуры – одно из ключевых направлений. И речь не только об автомобильных дорогах. Огромные деньги выделяют на общественный транспорт. Вице-губернатор Игорь Галась, отвечающий за финансы, рассказал, что уже зарезервированы миллиарды рублей на обновление трамвайного состава в краевой столице. Помимо тех направлений строительства школ, больниц, дорожной инфраструктуры, о которой здесь уже говорились, я хотел бы отметить еще на такое направление. Это то, что мы предусмотрели 3 миллиарда рублей в краевом бюджете на 3 года, по миллиарду ежегодно на обновление трамваев. И это серьезно обновит парк трамваев в рамках именно краснодарской агломерации. Средства на реализацию поставленных задач нужны немалые. Но это тот самый случай, когда цель оправдывает средства. Тем более, что многие приоритетные для региона проекта в той или иной степени взаимосвязаны. Например, развитие системы образования означает и поддержку демографии. Только в этом году на Кубани планируют построить 10 школ в 9 районах. Инвестиции в человеческий капитал в принципе должны стать основной статьей господдержки, считает губернатор. Поэтому в крае уже скоро появятся школы, хотя правильнее будет сказать центры по обучению одаренных детей. В Краснодаре мы однозначно еще с поддержкой начнем школу для одаренных детей тоже строить. С интернатом школа на 1100 будет мест, а 600 мест интерната, где после 4 класса на конкурсной основе со всего края будут приниматься детки одаренные, талантливые. Будет современнейшая школа на 12 гектарах, недалеко от Кубанского госуниверситета, место, которое должно было быть застроено. Не сомневаюсь, что в 2021 году мы эту школу откроем. А в 2020 году мы откроем школу в Сочи. Вот тоже для одаренных детей. Двух школ с таким уклоном достаточно будет для того, чтобы мы уже максимально уверенно смотрели с точки зрения научного потенциала интеллекта в завершний день. Еще один грандиозный по размахам проект – военно-технический парк «Патриот». Он появится в станице Старомышастовской Денского района. На территории в 145 гектаров расположится 15 площадок. От взлетно-посадочной полосцы до центра для водолазной подготовки. В первую очередь комплекс рассчитан на молодежь. 4 февраля итоговый искусственный проект, согласованный со всеми вице-губернаторами, будет представлен вам на утверждение. После того, как вы утвердите, с 10 февраля мы передадим его для начала проектирования. Значит, срок проектирования 5-6 месяцев. Чувствителен для Краснодарского края и вопрос развития агропромышленного комплекса. По сравнению с прошлым годом, в текущем поддержка АПК увеличится на 1 миллиард рублей. Это в том числе позволит возобновить субсидии по агрострахованию. На реализацию в этом году мер государственной поддержки выделено 8,5 миллиардов рублей. Цифра, конечно, не окончательная. Я думаю, она еще скорректируется в большую сторону. Перечень видов государственной поддержки в этом году не сокращается. И самое главное, не сокращается объем финансирования каждой подпрограммы. Хочу обратить внимание, что предприятия, нарушающие миграционное законодательство, получать в этом году государственную поддержку и последующие годы точно не будут. Приоритетным проектом для региона можно назвать и решение вопроса обманутых дольщиков. В наступившем году строительство завершат по 11 проблемным домам. Ускоряет процессы приняты несколько месяцев назад краевой закон, который позволяет изымать замороженные объекты вместе с земельными участками у недобросовестных компаний и передавать их тем инвесторам, которые готовы завершить строительство. Сегодня мы решаем проблему с дольщиками. И однозначно ее решить нужно, потому что нам просто людям этим говорить нечего. Поэтому, еще раз подчеркиваю, застройщики, и мое принципиальное такое и желание, и моя позиция принципиальная, они должны нести социальную ответственность вместе с властью перед дольщиками. А пока, раз они ее не чувствуют, тогда закон их должен обязывать, чтобы они были максимально регламентированы в своих действиях и в тех деньгах, в их расходовании или освоении, которые привлекли у людей. На реализацию всех региональных проектов понадобится не один миллиард рублей. Поэтому логично, что увеличивается консолидированный бюджет края. В нынешнем году он должен составить не менее 280 миллиардов рублей. Еще внушительнее выглядит объем инвестиций, который собираются привлечь по всем отраслям – 600 миллиардов рублей. Все эти цифры в итоге выливаются в конкретный результат. На Кубани появится более 7 тысяч новых рабочих мест. Александр Иванченко, Денис Перец, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар.